Всего в крае в тестировании приняли участие 12,5 тысяч учащихся 10-11 классов. В Барнауле 2,5 тысячи. О своем желании проверить себя ребята должны были сообщать заранее, написав заявление на имя директора школы. В отличие от единых государственных экзаменов, задания школьникам учителя не раздавали. Их они получали на специальном сайте, войдя под своим паролем. Ребенок в онлайн-режиме выполняет задания, на них отводится 90 минут. И чем цена эта апробация, тем, что сразу же получают результат. И можно посмотреть, где западающие моменты, над чем можно поработать. Ученица 129-го Барнаульского лицея Анна Мартынова писала тесты сразу по двум предметам – информатике и обществознанию. Девушка пока не знает, какой ВУЗ предпочтет. Говорит, тестирование – это один из способов получить независимую оценку своих знаний. В принципе, нормально решать. То есть мы это проходили, мы это знаем. Есть, да, вот вчера по обществу две темы мы еще не прошли. То есть, ну это еще в пределах возможного. А информатику мы это все делали. Кстати, провести тестирование на этот раз рекомендовало Министерство образования страны. Для этого были выбраны четыре наиболее популярные у выпускников предметы по выбору – география, история, общество знания, а также информатика. Насколько хорошо их знают школьники, информацию педагоги получат после 24 ноября. А заменит ли эта форма аттестации ЕГЭ – пока большой вопрос, на который, кстати, в управлении края ответа дать не могут. Ольга Калачева, Павел Лаурин, Алексей Фризин. Наши новости.